Для меня совершенно очевидно то, что для Украины очень важно, чтобы Молдова двигалась именно по европейскому пути, по пути европейской интеграции, по пути отсутствия капитуляции перед Москвой, потому что я всегда напоминаю, что капитуляция Республики Молдова перед Москвой, по крайней мере в том, что касается территориальной целостности вашей страны, это очень серьезный прецедент для Украины. И что Молдова очень часто выглядит таким политическим полигоном, на котором Кремль пытается отработать те модели, которые потом предлагает Киеву. Это не в первый раз происходит, и это всегда достаточно болезненно для самой Молдовы, но и для нас. Давайте продолжим тему сепаратизма. Я слышал такое мнение, что с избранием проевропейского кандидата в Кишиневе выстраивается некая линия в рамках Восточного партнерства проевропейский Кишинев, проевропейский Киев, проевропейский Тбилиси, и что якобы три столицы смогут более успешно решать свои замороженные конфликты. Вы что думаете? У нас он не очень заморожен, к сожалению, этот конфликт, потому что у нас продолжаются обстрелы. Время от времени, несмотря на заключенные перемилия, гибнут военнослужащие, гибнут мирные жители. Так что у нас тут скорее конфликт низкой военной интенсивности. В вашей стране действительно конфликт заморожен. В Грузии условно заморожен, потому что вы знаете, что там тоже происходят время от времени инциденты. Но решение этих замороженных конфликтов не от Кишинева, Киева и Тбилиси зависит, а от Москвы. И мы видим, что Москва делает все возможное, чтобы эти конфликты удержать в том состоянии, в котором они находятся. Но совершенно очевидно, что что могут делать вместе Киев, Кишинев и Тбилиси, это демонстрировать отсутствие капитулянских настроений. Демонстрировать свою приверженность территориальной целостности этих трех стран. И, по крайней мере, не делать вид, что то, что происходит там, это норма, с которой приходится не просто считаться, а с которой приходится сосуществовать. Понятно, что у Республики Молдова в отношениях с Тирасполем другие правовые механизмы, чем у нас в отношениях с Донецком и Луганском. Мы четко говорим, что Донецк и Луганск, и марионетчная администрация, мы разговариваем с Москвой, все попытки России добиться от нашего руководства прямых переговоров с марионетками ничем не могут увенчаться. В Кишиневе давно разговаривают с руководством Тирасполя. И президенты Молдовы, начиная, мне кажется, от Петра Лучинского, и премьер-министры Молдовы неоднократно даже посещали премьер-министровскую Молдовскую историю, так называемую. Но мне кажется, что одно дело это приезд и обсуждение конкретных экономических проблем населения, среди которых огромное количество молдавских граждан. А другое дело, когда Игорь Дадон и Вадим Красносельский вместе отмечают в Бендерах День России, понимаете? Вот я надеюсь, что больше так не будет, что президент Майя Санду не будет вместе с главой марионеточной администрации Тирасполя отмечать российские государственные праздники. Потому что, когда это происходит, мы понимаем, что не Молдова хочет вернуть себе, по сути, оккупированную Россией территорию Приднестровья, а Приднестровье собирается присоединить к себе Молдову. Это разные акценты, согласитесь. И это, кстати, то, что хотели бы сделать для нас, чтобы не восстановить территориальную целостность Украины, а чтобы Донбасс, оккупированный Москвой, присоединил к себе Россию, Украину, как пророссийскую территорию. И еще раз повторюсь, это то, что отрабатывается на вас, для того, чтобы потом предложить это нам. Что касается, что госпожа Санду делает с ее коллегой из Кремля, господина Путина, ничего не делает. Если госпожа Санду не собирается брать у господина Путина финансовую помощь на тех условиях, на которых ее готов был брать господин Додон, то вообще совершенно не важно, что думает госпожа Санду господин Путин. Потому что больше ничего он ей предложить не может. Приднестровье может предложить? Не может, потому что за Приднестровье господин Путин будет держаться до окончания своего пребывания в Кремле. Потому что для него рычаг давления на Молдову. Ни Приднестровье, ни Абхазия, ни Южная Осетия, ни Донбасс не будут возвращены, так сказать, тем странам, от которых они были отторгнуты Москвой, до, по крайней мере, окончания пребывания господина Путина в Кремле. Потому что господин Путин собиратель земель, а не тот, кто их раздает. И если господин Путин не договорился на удобных условиях, условно говоря, о возвращении Приднестровья к господинам Воронину, если, по сути, главным условием, от которого, в конце концов, Воронину пришлось отказаться, была консервация военной базы России в Приднестровье. Если он не договорился с Додоном, вы же понимаете, что присоединение Приднестровья к Молдове точно обеспечило бы Додону победу на президентских выборах. У него было гораздо больше избирателей, чем сейчас. Вы не сомневаетесь в этом, правда? Никто не должен был бы никуда ехать, чтобы проголосовать. Судьба молдавской президентуры решалась бы в Тирасполе. Ну и этого же не произошло, правда? Поэтому какие вообще могут быть ожидания? Какое Приднестровье? Территориальная целостность Республики Молдова – вопрос, который будет решаться по мере переформатирования политического режима в России. И если вы ждете этого уже три десятилетия, то я вам четко скажу, вам нужно запастись серьезным историческим и политическим терпением, как и украинцам. Судьба территориальной целостности Украины будет решаться не в ходе встреч господина Зеленского с Путиным в нормандском формате или в чем-то еще, а по ходу переформатирования политического режима в России. Да, это может дотянуться на десятилетия. Но такова политическая реальность. Понимаете? Реальность, которая, кстати, подтверждается тем, что мы видим в Карабахском конфликте. Этот конфликт длился десятилетиями. Сейчас была большая серьезная война. Но, тем не менее, на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области российские войска. И вопрос статуса Карабаха и его будущего – это вопрос, который тоже может решаться не так скоро, как кажется многим в Баку или Ереване. Продолжение следует...